Весь мир знает, что библиотека знаменитого французского философа и просвидетеля Вольтера хранится в Петербурге. Вот здесь находится абсолютное большинство его книг, порядка 7 тысяч томов. В российской казне она обошлась в 135 тысяч ливров. Сегодня на эти деньги можно было бы купить недвижимость стоимостью в 15 миллионов долларов. Но плюс к деньгам Екатерина II, собственно, покупательница собрания, добавила меха, свой портрет в бриллиантовой оправе и письмо с благодарностью для племянницы Вольтера. Вот это рукописи Вольтера. Вот здесь его личные читательские пометы. А вот это знаменитое «Если бы Бога не было, его стоило бы придумать». После смерти философа книги упаковали в несколько десятков ящиков и отправили в Женеву, в дом Франсуа Траншена и личного друга Вольтера. Еще через полгода на специально присланном Екатериной корабле книги были доставлены в Петербург. Вместе с ними прибыл и библиотекарь Жан-Луи Ваньер. Это он расставил книги в Зимнем дворце рядом с комнатами императрицы. Ей нравились словари и династические истории, например, Германия. Екатерина искала свое место во всемирной истории. Кстати, про себя говорила, что, возможно, в ней течет четверть русской крови, намекая на то, что ее возможным отцом был Иван Иванович Бецкой. В свое время его представили матери будущей русской императрицы, и у тех состоялся роман. Так вот, Иван Иванович Бецкой был официальным чтецом, то есть тем человеком, который каждый день после обеда читал вслух Екатерине II, возможно, своей родной дочери. Кстати, всеми Трубецкими, а Бецкой был незаконным сыном князя Трубецкого, и Екатерина воспринимается именно как Трубецкая. А с Вольтером Екатерина II любила обсудить разделы Польши и толерантность. Причем в XVIII веке под толерантностью понималась только свобода вероисповедания. Вольтер настаивал на этом. Так вот, Екатерина воспользовалась этой идеей, обвинила поляков в том, что они притесняют иноверцев, и ввела войска в корпус Репнина. А Вольтер писал сочинения в честь корпуса Репнина. Это ему принадлежит выражение «меролюбивые русские войска». Так что, по сути, он был нашим агентом влияния. Больше того, хранитель библиотеки Вольтера Николай Александрович Копанев считает, что сегодня есть все основания полагать, что Вольтер получил должность тайного советника и русское подданство, что в свою очередь давало возможность даже владения крепостными крестьянами. Но последним правом великий гуманист так и не воспользовался.